Традиционно рабочая неделя в администрации Кашхабльского района началась с еженедельной планерки при главе администрации. На планерке присутствовали заместители главы района, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации. Участники совещания представили информацию о результатах деятельности за прошедшую неделю и рассмотрели текущие вопросы в сферах образования, здравоохранения, экономики и других отраслей. В рамках планерки начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев и ведущий специалист, эксперт отдела управления Роспотребнадзора Василий Слюньков доложили о заболеваемости COVID-19 в районе. По их словам, стабильность эпидситуации сохраняется. Количество выздоровевших у нас за неделю увеличилось на 49 человек. В настоящий момент на лечении находится 44 человека, из них 37 амбулаторно и 7 человек стационарно. Получается, общая динамика идет на снижение, то есть проследуется значительное уменьшение. Далее с информацией о ходе прививочной кампании против коронавируса выступил главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Он отметил, что уже 307 жителей района прошли первый этап вакцинации, в наличии еще 200 доз вакцин. Затем глава района ознакомил присутствующих с кадровыми изменениями, произошедшими в районе. Итак, разрешите представить. Тауров Адам Вячеславович, директор электрических сетей Кашхабовского района. Назначен буквально на прошлой неделе. Молодой человек. Я вас пожелаю успехов, удачи. Приветствую всех участников совещания. Завровский, спасибо за прием. Что касается электросетевого комплекса, да, направление очень важное и без вопросов определенных не обходится. Что касается от меня, я приложу все усилия, дабы развить дальше электросетевой комплекс. Что могу сказать? По поводу детской площадки Фаулии Игоря Хайма уже запланировали мероприятие по переносу линии из охранной зоны. Планы намечены. Я теперь готов к работе и взаимодействуем. Харков Адрат Аминович назначен директором многофункционального центра. Желаем ему на новом поприще удачи, успехов, ну и взаимодействия. Сфера новая. Будем вникать в работу. Постараюсь оправдать возложенные надежды. Опыт работы есть. С кадровым коллективом все знаком. Будем сотрудничать. На планерке были обсуждены и другие важные вопросы. По итогам совещания Заур Хамерзов дал протокольное поручение заместителям и руководителям структурных подразделений по направлениям их работы и установил сроки исполнения.